Сегодняшняя новость о Дмитрии Певцове потрясла поклонников и вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Один из самых известных российских актеров и певцов оказался в центре сенсационного происшествия. По информации, поступивший от очевидцев, Певцов, находясь на прогулке в одном из живописных уголков Подмосковья, случайно сорвался с моста и упал в реку. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! Инцидент произошел поздно вечером, а спасательная операция, организованная для его извлечения и оказания помощи, длилась всю ночь. Фанаты актера пребывают в панике, а врачи сообщают о его состоянии, которое оценивается как стабильное, но требующее дальнейшего наблюдения. По предварительным данным, Дмитрий Певцов вместе с несколькими друзьями отправился на отдых в популярное загородное место, известное своими красивыми пейзажами и деревянными мостами через реку. Вечером компания прогуливалась вдоль реки, наслаждаясь теплой погодой и атмосферой уединения. Очевидцы утверждают, что актер, известный своей энергией и открытостью, предложил сделать несколько фотографий на мосту, чтобы запечатлеть момент. В какой-то момент, стоя у самого края, он, по словам свидетелей, попытался облокотиться на перила, которые оказались недостаточно прочными. Перила поддались под его весом, и Дмитрий Певцов сорвался вниз. Упав с высоты около трех метров, он оказался в холодной воде. Несмотря на шок от падения, актер сумел оставаться в сознании и звать на помощь. Его друзья сразу же бросились к месту происшествия, но из-за скользкого берега и течения реки они не смогли самостоятельно вытащить Певцова на сушу. В течение нескольких минут был вызван отряд спасателей, который прибыл на место через 20 минут после вызова. Ситуация осложнялась тем, что течение реки унесло Дмитрия Певцова на несколько десятков метров вниз по течению. Спасатели начали операцию, используя лодки и специализированное оборудование, чтобы найти и извлечь его из воды. По словам очевидцев, спасательная операция была напряженной, так как наступила ночь, а река в этом районе известна своей сильной глубиной и быстрым течением. Несмотря на сложные условия, актер сумел держаться на плаву, цепляясь за обломки веток, принесенные течением. Около полуночи спасателям удалось извлечь Певцова из воды. Он был переохлажден и находился в состоянии шока, но оставался в сознании. Ему немедленно оказали первую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей, легкое переохлаждение и подозрение на растяжение мышц плеча, но, к счастью, не выявили серьезных травм. По их словам, ближайшие сутки станут решающими для его полного восстановления, так как переохлаждение может вызвать осложнения, если не будут предприняты своевременные меры. Новость о происшествии быстро распространилась в СМИ и социальных сетях, вызвав бурную реакцию поклонников. Тысячи людей начали делиться своими переживаниями, оставлять комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления и выражать поддержку актеру. Многие подчеркивали, что Дмитрий Певцов всегда был символом силы и стойкости и выразили уверенность, что он справится с этим испытанием. Коллеги актера также не остались в стороне. Многие из них опубликовали посты в социальных сетях, в которых выразили обеспокоенность состоянием Певцова и пожелали ему скорейшего выздоровления. Некоторые из его друзей, знакомых с обстоятельствами происшествия, рассказали журналистам, что Дмитрий всегда любил активный отдых и не боялся сложных ситуаций, но этот случай стал для него настоящим испытанием. Спасатели, принимавшие участие в операции, рассказали журналистам, что успешный исход стал возможен благодаря оперативным действиям всей команды и стойкости самого Певцова. По их словам, актер не только сумел сохранить самообладание, но и помогал спасателям, давая им сигналы и стараясь оставаться на поверхности воды, несмотря на усталость. Событие также вызвало волну обсуждений вопросов безопасности на прогулочных маршрутах и туристических объектах. Многие пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что мост, с которого упал Певцов, был в неудовлетворительном состоянии. Его перила, судя по всему, давно нуждались в ремонте, и этот случай стал еще одним напоминанием о необходимости более тщательного ухода за подобными объектами. Некоторые пользователи даже предложили организовать кампанию по сбору средств на восстановление моста, назвав его в честь актера. Между тем, представители Дмитрия Певцова выпустили краткое заявление, в котором поблагодарили спасателей и врачей за их профессионализм, а также всех поклонников за поддержку. Они отметили, что актер восстанавливается и надеется вскоре вернуться к работе. Также было подтверждено, что ближайшие спектакли и съемки, в которых должен был участвовать Певцов, будут перенесены, чтобы он смог полностью восстановиться. Также стало известно, что Леонид Якубович, легендарный телеведущий, который на протяжении десятилетий радовал зрителей своим обаянием и харизмой, вновь удивил публику, но на этот раз не на экране. Сегодня стало известно, что он открыл собственный ресторан, который уже привлек внимание не только поклонников телеведущего, но и любителей кулинарии. Однако главной сенсацией стало то, что каждое блюдо в этом заведении подается с его личным автографом, нанесенным с использованием съедобных красителей или специальных гравировок. Этот необычный концепт моментально вызвал бурю обсуждений в социальных сетях, прессе и среди коллег Якубовича. Ресторан, получивший название «Колесо вкуса», расположен в центре Москвы и представляет собой уникальное сочетание изысканной кухни и атмосферы, пропитанной духом телеигры «Поле чудес», которая принесла Якубовичу всенародную любовь. Интерьер заведения оформлен с намеками на знаменитое шоу, стены украшены изображениями «Колеса Фортуны», цитатами ведущего и фотографиями из самых ярких моментов передачи. На входе гостей встречает аниматор, одетый в узнаваемый образ Леонида Аркадьевича, а при заказе блюда посетители могут услышать легендарные фразы, которые стали визитной карточкой ведущего. Идея открыть ресторан, как рассказал сам Якубович, возникла у него несколько лет назад. По его словам, он давно интересовался гастрономией и всегда мечтал создать место, где люди могли бы не только вкусно поесть, но и почувствовать себя частью чего-то особенного. Он подчеркнул, что хотел подарить своим поклонникам возможность увидеть его творчество с другой стороны, объединяя кулинарию и шоу-бизнес. Особенностью ресторана стало меню, разработанное в сотрудничестве с известными шеф-поварами. Оно включает в себя блюда русской и европейской кухни, но каждая из них имеет свою уникальную подачу. Например, на каждом десерте из шоколада или крема нанесен съедобный автограф Якубовича, а стейки или рыба сервируются с гравировкой его имени на деревянной подложке. Этот подход делает каждое блюдо не просто гастрономическим опытом, но и своего рода памятным сувениром для посетителей. Особую популярность среди гостей заведения уже завоевали такие блюда, как улитки с секретом, фаршированные улитки с нежным соусом, на которых автограф нанесен с помощью травяного масла, и сик Якубовича – нежное филе рыбы с гарниром, подаваемое соусом в форме вращающегося колеса фортуны. Также в меню есть фирменный десерт «Сладкий выигрыш» – торт, напоминающий своим видом миниатюрную версию барабана из «Поле чудес», украшенный съедобными буквами и автографом из карамели. Не менее интересной частью концепции ресторана стала возможность участия гостей в интерактивных играх. Каждый вечер в «Колесе вкуса» проводится мини-версия «Поле чудес», где гости могут крутить барабан, угадывать слова и выигрывать призы – от бесплатных блюд до сувениров с автографом Якубовича. Эти мероприятия уже стали главной изюминкой заведения, собирая полный зал гостей, которые хотят не только насладиться едой, но и почувствовать себя участниками культового шоу. Открытие ресторана прошло с большим размахом. На торжественное мероприятие собрались звезды шоу-бизнеса, журналисты и поклонники телеведущего. Сам Якубович лично встречал гостей, а затем провел небольшую экскурсию по ресторану, рассказав о каждом элементе его концепции. Он также продемонстрировал, как наносится его автограф на блюдо, используя специальный пищевой маркер. Этот момент вызвал настоящий восторг у собравшихся, которые тут же начали делать фотографии и делиться ими в социальных сетях. Новость о ресторане «Колесо вкуса» мгновенно вызвала широкий резонанс. Поклонники Якубовича выразили свое восхищение его смелостью и креативностью. Многие отметили, что ресторан стал для них отличным поводом еще раз соприкоснуться с легендой отечественного телевидения. В социальных сетях начали появляться посты с фотографиями блюд и интерьер заведения, а также восторженные отзывы о посещении. Некоторые даже шутят, что теперь автографы Якубовича можно не только хранить, но и съедать. Коллеги Леонида Аркадьевича по шоу-бизнесу также не остались в стороне. Многие из них посетили открытие ресторана и высоко оценили его атмосферу и меню. Некоторые признались, что задумались о создании собственных заведений, вдохновившись примером Якубовича. Другие выразили уверенность, что «Колесо вкуса» станет новым культовым местом в Москве, куда будут приходить не только поклонники телеведущего, но и любители гастрономических экспериментов. Не обошлось и без критики. Некоторые скептики считают, что ресторан слишком сильно ориентирован на шоу и может потерять свою привлекательность, если его концепция надоест посетителям. Однако сам Якубович с уверенностью заявляет, что его проект – это не просто дань моде, а место, где каждый может почувствовать себя особенным. Он подчеркивает, что намерен постоянно обновлять меню и развивать интерактивные элементы, чтобы гости всегда находили что-то новое. Эксперты в области ресторанного бизнеса отмечают, что проект Якубовича имеет все шансы на успех. Они подчеркивают, что уникальная концепция и яркая личность владельца делают «Колесо вкуса» привлекательным для широкой аудитории. Кроме того, внимание к деталям и высокое качество блюд позволяют рассчитывать на лояльность посетителей и постоянный интерес к заведению. На фоне ажиотажа вокруг ресторана Леонид Якубович уже анонсировал планы по его развитию. В ближайшем будущем он собирается открыть дополнительные филиалы «Колесо вкуса» в других городах России, включая Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Также он рассматривает возможность создания мобильной версии ресторана «Фудтраков», которые будут работать на крупных мероприятиях и гастрономических фестивалях. Ресторан «Колесо вкуса» Леонида Якубовича стал не просто новым местом на карте Москвы, но и настоящим культурным феноменом. Он объединил гастрономию, шоу и искреннюю любовь людей к легендарному телеведущему, создав уникальное пространство, где каждый может почувствовать себя участником праздника. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.